И снова всем привет, друзья! Сегодня у нас воскресенье, 20 ноября 2022 года. И сегодня у нас на острове Уайт температура воздуха плюс 17. Посмотрите, какой прекрасный солнечный день очередной у нас сегодня. И я не буду вас томить, я сразу перейду к делу, как говорится. Я в прошлом своем видео, я вам анонсировала, что я расскажу о своем знакомом, с которым мы познакомились 3 месяца назад, и к которому я ездила в Париж. И я хотела вам рассказать еще о других моих знакомствах, также здесь на острове Уайт. Поэтому я, конечно же, сразу об этом и начну. Вы знаете, вообще, я скажу так, история будет довольно веселая, наверное, занимательная и веселая. По крайней мере, я отношусь к этой истории нашего знакомства и продолжения нашего общения очень-очень весело. Ну а почему, по мере моего рассказа, вы, наверное, поймете тоже. Поэтому давайте все-таки мы с вами вот так вот немножко с юмором оптимистично все это послушаем. Может быть, даже и посмеемся где-то. Вы же помните, наверное, что этот мужчина, он коллекционер. Притом заядлый коллекционер, он коллекционирует маленькие модели автомобилей, модели самолетов, а также он заядлый фотограф, у которого масса картин. Кто не видел, посмотрите, видео вверху вам всплывет. Вот. Ну и, конечно же, он ко мне уже несколько раз приходил в гости. И сказать по правде, тоже интересная такая история, что в гости-то я его, в общем-то, особенно никогда и не зазывала. Да, как-то лучше где-то встречаться в других местах. Но вот он постоянно напрашивается сам ко мне в гости. И вроде бы как что-то тут даже попросил, чтобы я ему обед приготовила. Когда я сказала, что как-то я не готова что-то тут наготавливать, разготавливать. Да и вообще я тебя не приглашала. Он сказал, ну, ты знаешь, это такой английский юмор. Ты просто не поняла. Ну, ладно, хорошо. Я не поняла. Тем не менее, он все равно ко мне пришел. Он опять мне в очередной раз показывал свои картины. И он мне рассказал о выставке, которая здесь у нас проходит на острове Уайт, что его знакомые тут организуют выставку. И там даже есть его картины. Прямо сейчас вам покажу. Вот такой небольшой магазин, галерея, в которой выставляются картины, выставляются какие-то изделия, которые делают люди. Вот это вот все, кстати, рисунки, вот карандашами, цветными обычными карандашами, бесподобные рисунки. Это хозяйка здесь этого магазина, галереи. Вот она. Она рассказывает, она также делает здесь сумки, платки, все на заказ. Ну, и это его друзья, моего знакомого. И он здесь тоже свои картины иногда размещает. Но вот сейчас, когда мы с ним пришли, я делала немножко это видео. Здесь еще его картин не было, потому что все здесь занято. Это очень популярное такое место. Здесь сразу на продажу все свои выставляются такие рисунки или картины. Ну, и он договорился на будущее, что здесь тоже его фотографии будут размещены. Так вот, он, конечно же, продолжает мне свои фотографии приносить. У него их там, видимо-невидимо, в специальных кейсах таких, очень удобных. Он их приносит, очень долго мне про них рассказывает, все эти истории. И вот, вы знаете, в очередной раз, я не знаю, я смеюсь, потому что это была действительно история очень смешная. Сейчас расскажу вам. Я вам обещала рассказать в подробностях, но вот теперь как бы слушайте, да. Он мне все несколько раз приносил и показывал фотографии вот этой вот машины. Ягуар, гоночная машина, как вы видите. Он сказал, что это машина из Формулы 1. Значит, что в 2004 году она принимала участие в гонке в Монако, по-моему. Ну и говорит, что эта машина, она прославилась тем, что вот у нее водитель машины этой, он вделал вот сюда вот в нос этого автомобиля коночного своего. Бриллиант, очень дорогой бриллиант. Ну и на первом же заезде, он где-то на повороте, вот на этой своей машине, он попал в аварию, он не вписался в поворот, разбился. И этот бриллиант куда-то выскочил, когда машина была повреждена и, в общем, пропал. После этого, как он говорит, этот бриллиант там они пытались найти, искали все очень долго, всей командой, но так и не нашли. Бриллиант стоит несколько миллионов фунтов стерлингов. И, в общем, вот такая вот история случилась. Меня, конечно, очень заинтересовала эта история. Я даже эту фотографию долго рассматривала, смотрела там, говорю, а где тут на носу этот бриллиант? Но фотография, вы знаете, не резкая абсолютно у него получилась. Ничего я там не увидела, хотя долго рассматривала эту фотографию. Когда я у него спрашивала, так, а как так получилось, что не ищут этот бриллиант? Что ж такое? Или он все-таки был застрахован? Или как так? Ну, он, вроде бы, знаете, как-то не был особенно просвещен в этом. Он только рассказал, что вот это вот именно та машина, и вот про нее вот такое вот известно. Ну, а вы знаете, я человек очень увлекающийся. И очень у меня характер авантюрный. Поэтому, конечно же, я решила, думаю, интересная такая история. Давай-ка я попробую в интернете что-то по этому поводу найти и прочитать, что и как с этим бриллиантом. Потому что действительно интересно. Я никогда, кстати, не слышала до этого вот такую вот историю. Ну, а вы знаете, кто ищет, тот всегда найдет. И тут у нас, конечно же, Google всем нам в помощь. И такая вещь, как интернет, просто восхитительная. Там можно найти все, что угодно. И я, естественно, нашла, даже не ожидая, для себя очень быстро нашла информацию. А на самом деле об этой истории там целая статья с фотографиями. И статья называется «На гонке Формулы-1 в Монако потерялся дорогущий бриллиант. И оказывается, нас обманывали 17 лет». И дальше здесь пишут. Британская команда Формулы-1 «Ягуар» подходила к сезону 2004 в далеко не самой лучшей своей форме. Команда закончила прошлый сезон на седьмом месте в Кубке конкурентов. И у нее оставался всего один сезон на улучшение результатов и свое спасение. В Форде уже практически приняли решение выйти из Формулы-1, так как не считали свои вложения туда выгодными. И команда отчаянно боролась за каждый спонсорский контракт. И вот дальше они рассказывают. Сейчас я вам, в общем-то, наверное, всю статью-то я читать не буду. Буду я только вкратце-вкратце расскажу, что действительно эта история имела место. И что этот трюк с бриллиантом действительно был применен для того, чтобы поднять интерес к этой команде. И вот эта машина, которая сейчас у нас на фотографии, и вот именно вот здесь этот бриллиант был и вмонтирован. Ну и дальше в статье говорят, что эти бриллианты предоставил израильский бизнесмен, владевший на тот момент алмазными шахтами в Африке, что давало некоторую уверенность в их подлинности. Однако, вот спустя 17 лет поняли, что здесь что-то не то. И что этот бизнесмен был арестован по подозрению в мошенничестве. И поэтому, кто его знает, что там с этими бриллиантами. А вот что известно наверняка, так это то, что бриллианты почему-то не были застрахованы. Страховые компании все наотрез отказывались страховать вот эти вот автомобили. Но, тем не менее, два автомобиля были снабжены чудесными красивейшими камнями, которые сверкали у них на носу. И команда была незамедлительно готова отправиться уже на свою следующую гонку. Ну и, в общем, получилось так, что на первой же самой гонке один из автомобилей не вписался в поворот и разбился на трассе. Ну и дальше там, в этой статье, там много о чем рассказывается. Что были две машины, поэтому вот то, что я вам показала, она зеленого цвета, а вот та, что здесь, в статье, она красного цвета, потому что бриллиантами были снабжены две машины. Здесь вроде все сходится. Ну и то, что так этот бриллиант после аварии и не был найден, хотя его искали долго и тщательно. И кто-то говорил, что, может быть, найдется счастливчик, который, в конце концов, где-то этот бриллиант отыщет. Представляете, сразу несколько миллионов фунтов стерлингов. Человек обогатится. И, в конце концов, спустя 17 лет, конец этой истории, он еще более поразил всех, потому что этот загадочный бриллиант, который пропал, многие годы будоражил умы фанатов Формулы-1, задавая гораздо больше вопросов, чем ответов. Был ли камень настоящим? Нашел ли его один из стюардов? Или он затерялся где-то в барьере, в который врезалась эта машина? А может, он вообще куда-то укатился вниз по холму и сейчас лежит на дне морском? Но больше думать об этом не нужно. Все это разрешилось. Гонщик Марк Уэббер рассказал, что на самом деле вместо бриллиантов на машинах были подделки. Абсолютно дешевые камни, которые можно было купить всего за несколько долларов на любом рынке. И получается, что всех фанатов Формулы-1 обманывали 17 лет. И вот, казалось бы, что такую классную историю я узнала. И на самом деле меня эта история заинтересовала. Заинтересовала настолько, что я решила найти какое-то продолжение и была очень довольна, что я узнала больше, чем мне рассказал мой знакомый. И что вы думаете, произошло дальше? В следующую нашу встречу я ему, как ни в чем не бывало, рассказываю, что вот так и так оказывается, вот этот бриллиант был поддельный, что я вот все тут узнала. И вы знаете, его реакция на вот это, она была для меня неожиданной, удивительной. И просто поразительной, скажу я вам. Потому что он воспринял мой рассказ, как, знаете, какое-то личное оскорбление. Он почему-то был мрачнее тучи, долго молчал, а потом сказал, что он очень удивлен, что я вот ему не поверила, и что я стала какие-то выяснять детали. И представляете? Ну и у нас такое возникло непонимание, просто ужасное. Я попыталась ему объяснить, что я ничего подобного. Я ему поверила, я просто захотела побольше об этом узнать. А вдруг на самом деле пора ехать в Монако и искать этот бриллиант? Почему бы и нет? И я попыталась тут как-то хохмить, как-то, в общем-то, свести это к юмору. Но ничего не получилось. Мой знакомый был очень опечален этой историей. Он сказал, что он не ожидал от меня такого. Ну и вообще, получается, что я его просто, понимаете, вот я ему не поверила, вот как-то вот так вот он это все воспринял. И почему я вам сразу изначально сказала, что эта история будет, наверное, все-таки смешной? Потому что на самом деле у нас получился какой-то, знаете, на ровном месте скандал и какие-то разборки семейные. Хотя, в общем-то, никаких таких особенно семейных отношений у нас-то и не было. И было бы из-за чего, как говорится, спорить. Согласитесь, что странная реакция получилась вот у него на мое такое расследование, как говорится. Но вы знаете, я же не из тех людей, не из тех женщин, которые сидят, открыв рот, слушают, все, как говорится, внимают. Помните, как у Райкина? Она слушала меня с открытым ртом. Мне сначала это было приятно, а потом я ей сказал, закрой рот, дура, я уже все сказал. Я, вы знаете, сейчас на любую какую-то жизненную проблему или вот такую вот странную историю стараюсь относиться с оптимизмом и смотреть на это с определенной долей юмора. А иначе в этой жизни нам просто не выжить. Ну, здесь что можно сказать? Мы как-то вот так вот, знаете, здесь столкнулись немножко. А потом, как ни в чем не бывало, спустя какое-то время он опять стал мне звонить. Мы опять стали с ним встречаться время от времени. Но хочу сказать вам, что вот этого вот эпизода мне было достаточно, чтобы понять, что человек этот совершенно не мой. Поэтому дальше я буду посмотреть. Я буду время от времени с ним встречаться. Почему бы и нет, как говорится, просто для интереса. Вот так, друзья, такая история в подробностях. И даже, наверное, может быть, утомила кого-то. Но опять же, мне кажется, что вот этот вот рассказ про бриллиант вы раньше, наверное, не слышали. Вот так. На этом, друзья, я думаю, что сегодня мое видео для вас заканчивается. Опять у нас вечер красивый наступил. И кто его знает, сколько еще таких красивых вечеров нам судьбой отмерено. Поэтому давайте будем беречь друг друга. Давайте будем относиться к друг другу лучше, добрее и внимательнее. А я, как обычно, желаю всем добра, удачи. И берегите себя, пожалуйста, в это трудное время. Всем пока-пока.